Глина Обычно воспитанники клуба «Огонёк» в библиотеке выжигают по дереву и лепят из солёного теста. Но сегодня они работали с новым для себя материалом – пластичной цветной глиной для лепки. Глина имеет свойство затвердевать со временем на воздухе, либо в процессе термической обработки. Лепим мы сегодня зимних птиц. Глина хоть и цветная, но для получения многих оттенков приходилось смешивать имеющиеся цвета. И здесь не обойтись без баночки с водой. Каждый сам выбирал, какую птичку будет делать. Ребятам предстояло выложить на трафарете основу, а затем дополнить её нужными деталями. Сделать лапки, глазки и клюв, поработать над текстурой пёрышек. На то, чтобы изготовить какую-то модель, нужно час-полтора, плюс ещё запечь. Тоже где-то час. Поэтому у нас время мы не располагаем, поэтому остальная часть работы возлагается под ответственность участников. Валерия Ваську регулярно вводит дочку Лену на мастер-классы в библиотеку. При этом и сама частенько активно участвует в процессе и помогает дочери мастерить. Валерии и Лене интересно буквально всё. Будь то тесто пластика, опыты, вязание, лепка или рисование. Хотим попробовать себе во всяких направлениях, так сказать. Нам нравится, мы часто здесь бываем. Несмотря на такой богатый опыт посещения мастер-классов, с такой цветной глиной Лена Васько работала впервые. Если сравнить с обычным пластилином, с ним работать как? Чуть разложнее, потому что она рассыпается. Надо руки мочить. И с руками появляется вот это. Ребята признались, с глиной работать хоть и трудно, но очень интересно. Сегодняшний мастер-класс понравился чем? Очень. Чем? Ну что пластилин такой необычный. Получившихся птичек ребята понесли домой, чтобы обработать высокой температурой. Это можно сделать, например, в духовке. Готовое затвердевшее изделие они смогут превратить с помощью клея в брошь или магнит. Екатерина Борисова и Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.